Добрый вечер дорогие наши зрители и сегодня снова с вами в эфире Аксана Белова-Орловская и Павел Голдштейн на канале Alive.io. Сегодня у нас в гостях Анна Барковская. Она работает в Большем и она является особым человеком. Наверное, сегодня мы вместе с вами, потому что в моей жизни появилась с помощью физкультовских котиков Анна Барковская. И она одна из первых, кто предложил нам свою помощь в работе с холдами Майдана, в оказании методической и просто в консультативной помощи. И еще более года назад в апреле они с Баженой приезжали и проводили марафоны. Благодаря Анне у нас в моей голове родилась идея вот этих марафонов и проведения бесплатных занятий для психологов, которые работают с людьми, пострадавшими от ситуации, которая есть в ней сегодня в стране. Поэтому спасибо большое тебе, Анне. И Анна является специалистом в области психодинамической терапии, арт-терапии и много-много всего другого интересного. И те, кто был на ее воркшопах, а через них прошли на наших марафонах более 400 человек, а в этом году еще более 200. Думаю, с ней хорошо знакомы и они присоединятся либо к нашему гитару, либо потом будут смотреть Анну. И сегодня мы поговорим о каких-либо проявлениях бывают, когда человек находит состояние, травмы и много всего интересного и полезного, что может быть сегодня важным для психологии в стране. Анна. День добрый. Не знаю, czy mnie wszyscy слышат. Я приветствую вас. Не знаю, если меня слышат. Я очень рада, что сегодня могу разговаривать с вами из моего дома. А это очень особенный дом, потому что это очень близко такой горы. А это очень особенный дом, потому что он близко такой горы. Который является очень важным энергетическим пунктом в Польше. И тут говорят, что находятся всякие таинственные силы и сюда прилетают волшебницы, чтобы зарядиться энергией. И я надеюсь, что мы сегодня этой энергией тоже немножечко подпитаемся. Сегодня мы будем говорить на трудную тему, но для людей, которые работают с человеками, переживающими травму, это очень важная тема. Мы сегодня будем говорить о травме. Прежде всего нужно установить, что есть травма, а чем травма не является. Это очень важная тема, потому что мы часто используем понятие травмы. Потому что бывают события, которые не являются травматическими, а мы так называем их травматическими. Примером может быть то, что когда студент не сда трудного экзамену на студиах. Примером может служить то, когда студент не сдал трудный экзамен. И он не говорит, что это было стрессом для него, но говорит, что это настоящая травма. Поэтому прежде всего хочу сказать, что опыт травматический, это тот, который угрожает жизни. Это то, которое в способ безпосредний позволило, что наше здоровье или наше здоровье было загрожено. Это то, которое привело к тому, что наше здоровье или наша жизнь была под угрозой. И поэтому можно отделить так, что например, крадежь в доме не будет переживанием травматическим. Например, в доме в доме не будет переживанием травматическим. Но случается, что такой опыт переживает некоторым пациентам как травма. И здесь важная роль терапевта в самом начале диагноза. Чтобы он отдал себе отчет в том, что пациент переживает что-то слишком сильное. В ситуации, когда есть угроза жизни или здоровье. Мы говорим, что случилась травма. Чаще всего травма возникает тогда, когда у пациента есть специфическая предрасположенность. Можно сказать, что то, что он не может жить здесь и сейчас. Пациент не может сконцентроваться на том, что он в данный момент переживает. А то, что он когда-то пережил создает то, что он боится будущего. И так например гвалт, напад, война, или хороба, которая загража жизни. И так например изнасилование, нападение, болезнь, которая угрожает жизни или война. Это будет травматический опыт. То, что можно еще в травме выделить, то есть, что может быть интенсивным или нет. То, что можно еще в травме выделить, является ли она опытом интенсивным? Не могу этого предположить. Зависима от другого человека или не зависит от другого человека. Например, наводнение или землетрясение, это независимо от боли человека. И это будет травма, которая будет легче, легче рокования, чем травма провокована через другого человека. И эта травма будет иметь лучше результаты, чем та, которая провокирована человеком. Потому что такая травма, как напад, гвалт, или война. Потому что такие травмы, как нападение, изнасилование или война, будет зависит от другого человека и будет превратить наш тотчасовый порядок света. Она зависит от другого человека и она искажает тот порядок мира, который был у человека. Потому что каждый из нас, mieszкając в своем доме, будучи в месте, которое для него важно, имеет такое przekонание, что он безопасен. Потому что каждый из нас живет в доме или находясь в каком-то месте, убежден в том, что он в безопасности. Когда подросток решает, что она будет возвращаться одна из дискотеки, она уверена, что ничего не случится, она безопасна и она контролирует свою дорогу. И хотя бы это субъективное чувство контроля. Хотя это субъективное чувство контроля. Потому что вы прекрасно знаете, что подросток может не распознать настоящую угрозу, которая для всех очевидна. Однако это субъективное чувство контроля дает чувство безопасности. И когда что-то происходит, мы сталкиваемся с тем, что наша вера в мирный порядок. И тут тоже, думаю, что есть такой момент, когда кто-то работает с людьми, на то, чтобы застанавливать себя, или не стоит проводить такую психоедукацию в том, что в жизни можем контролировать. И мое предложение, что те, которые работают с людьми, могли бы проводить такую работу. Что мы в жизни можем контролировать? Потому что многие люди имеют очень злудное чувство безопасности и очень сложно представление о том, на что они могут влиять. Очень часто бывает, когда я веду мастер-классы с учителями. Я спрашиваю их, на что вы в классе влияете? И получаю очень разные ответы. Иногда учителя отвечают, что они имеют влияние на поведение учеников. Или говорят, что если класа закрыта, то они могут контролировать все. Это тоже показывает, насколько часто люди ошибаются, имеют ошибочное чувство безопасности и того, на что они могут влиять. Ну, предположим, что человек уже пережил какое-то ограниченное событие, которое угрожало его жизни и он получил травму. И если бы мы говорили о том, как дальше будут развиваться события, то есть четыре выхода, как это будет развиваться. И когда я вам расскажу это все, это не будет звучать оптимистическим. Есть так, что два решения в моменте, когда человек испытывает травмы, они могут быть негативными. Два выхода есть, которые могут быть негативными. Первое, что после опыта травмы человек снизит свое функционирование. И тут длительное время, не сразу после травмы, могут происходить разные вещи. Могут воз发生ся различные виды. Разные виды в зависимости от потендах. What получается с зависимостью от алкоголя и от компьютера. Воз gerbedе от потензагового употребления. Какvetать Lenape. Это будет попытка перенести контроль. Еще другой вид поведения, что человек начинает совершенно лучше вести себя, чем не жили двойной травмой. Например, девушки, которые пережили насилие, могут вести неконтролированные сексуальные жизни или становятся проституткой. Могут начаться существенные проблемы с вопросом. Это будут длительные проявления после травмы. И здесь мы будем иметь дело с многочисленными попытками самоубийства и некоторыми попытками, которые удаются. Следующий выход решения этой проблемы я называю нейтральным. Это как бы мнимое приспособление. Значит, пациент будет притворяться, что он ведет жизнь, которая была перед травмой. Не будет уже такое же такое же самое życie, поэтому он будет ее отгрывать. Потому что такая же жизнь будет невозможно. Он будет играть просто. И на счастье еще здаряется так, что есть еще четверто решение. Но счастье существует еще четвертый выход. Если человек очень сильно страдает, то может приобрести новое умение жить и выживать. И может быть так, что закончить травму с психологическими зысками. И что может даже закончить травму с психологическими плюсами. Но я здесь хочу подчеркнуть, что сама травма по себе является опытом исключительно негативным. Страдание не несет с собой никакого достойного измерения. Если решение травмы, если случится, что будет полезным, может приобрести психологический зыск. Выход из травмы. Если он будет позитивным, тогда может принести какой-то психологический пользу. Что должно произойти, чтобы была такая возможность, что травма заменит себя так на правде в этот психологический зыск? Что должно произойти, чтобы травма действительно преобразилась в эту психологическую пользу? То есть должны сломаться все существующие до того момента защитные механизмы. То есть должны проявиться скорбь, согласие на страдание. Что еще? Жаль, згода на терпение. Все это поведение, которое будет свидетельствовать о том, что защитные механизмы сломались. И часто роль терапеута полагает именно на том, чтобы помочь пациенту человеку прожить эти состояния, в которых он без помощи. Я не знаю, есть ли у вас опыт с разного просмотрения фильмов ужасов? Я еще с детства помню такой литмотив этих фильмов, что все сидят в доме на первом этаже, а потом решаются спуститься в подвал. И часто было так, что кто-то спускался в подвал, но держал открытую дверь. И часто бывает, что пациент очень боится войти в этот подвал. Потому что как вам известно из этих фильмов ужасов, в этих подвалах нет ничего хорошего. А наша интеллигенция говорит нам о том, чтобы мы уникали того, что для нас больно и трудно. Наш разум предупреждает нас, чтобы мы избегали всего, что для нас трудно и болезненно. Но в лечении травмы нужно прийти в этот подвал. Но в лечении травмы временами нужно в этот подвал войти. И нужно увидеть все, что там находится, чтобы потом можно было оттуда выйти. Но сейчас в этом моменте пациент согласен на ломание всех защитных механизмов. Ну и тут разные могут быть поведения пациента. Может быть, что пациент будет хотеть мстить. Ну так бывает, что дети, на которых взрослые кричат, потом сами начинают кричать на взрослых. Немного так, чтобы они принимали эту негативную энергию от взрослых. Немного так, чтобы они принимали эту негативную энергию от взрослых. Ну и так происходит с травмой, что когда мы что-то получаем, то хотим дать сдачу. И тут можно хорошо подумать, какая часть нашей личности будет решать, принимать решение. Можем представить себе, что когда мы переживаем травму, наша личность распадается на две части. И уже никогда не будет одной частью. И когда они разделят нашу личность, будут части, которые останутся здоровыми. И будут такие части, которые на завтра останутся хорыми. И будут такие части, которые всегда останутся больными. И будут такие части, которые будут выполнять функцию пережить, продержаться. Я однажды работала с подростком, которая пережила пограничное состояние использования сексуального. Она так сказала о своей травме, что у нее впечатление, что в ней живут три человека. Один – это такая нормальная девочка, как я. И вторая личность – это такая личность, которая могла бы убить всех в этом мире. И третья личность – это такой ангелочек, который говорит, чтобы я этого не делала, потому что меня за это посадят. Для меня это было очень волнительно, потому что она сама назвала эти три части своей личности. Конечно же, это не было три личности в ней. Она очень боялась этого. Но это были три способа переживания мира. Один был тот здоровый, в котором говорила, что она 15-летняя девочка. Один был тот здоровый, в котором говорила, что я 15-летняя девочка. Вторая часть – это больная личность, которая бы уничтожила всех в этом мире. И все-таки была эта третья часть, которая не позволяла ей доструктивно вести себя. Я думаю, что так происходит с каждым человеком, пережившим травму. И задача психолога научить пациента пользоваться двумя этими частями своими личностями. Чтобы он сам научился, с каждым из частей своей личности он хочет работать. Чтобы он научился распознавать, например, когда он сам себя калечит. Это означает, что об этом решает его больная часть. А когда он находится в себе силы, попросить прощения у кого-то, кого видел, то он работает с этой здоровой частью личности. Я думаю, что психоедукация в области работы с травмом имеет огромное значение. Класс. Пациент, который понимает, чем там например flashbacks. Например, пациент, который понимает, что это как flashbacks. Безти уже лучше него лучше упорать. Безти больше он работал. Он намного легче будет с этим упорачиваться. Он будет понимать, как работает его мозг и будет гораздо легче справиться, может быть не так трудно. Сейчас есть так, что разные люди совершенно различным образом переживают травму. Потому что далеко не всегда люди выбирают этот здоровый способ переживания травмы. Я бы хотела, чтобы мы здесь подумали, почему именно таким образом это происходит. Первое, почему люди по-разному переживают травму, потому что у них был разный опыт. Потому что если есть кто-то, у кого на карте его детства написаны самые трудные события. И имеет так называемые низкие механизмы оборонные. Низкие? Не слышала. И имеет так называемые низкие механизмы оборонные. Что-то со звуком. И у него низкие защитные механизмы. Ну и поэтому почти точно можно сказать, что если какой-то пограничный опыт с ним случится, то у него будет травма. Второе, что важно в этом, это насколько сильно мы мы интегрированы. Составами с каждой частью себя. grированы с каждой частью самих себя. С частью познавательной независимой. С частью познавательной, то есть отверстной за представлением. С частью эмоциональной. С частью эмоциональной. Со своим телом, как мы понимаем наше тело, где оно имеет свое начало, где она имеет границы. Как мы понимаем получение удовольствия. Как мы понимаем справляться с страданием. И это наша интегрирование решает, насколько мы податливы или неподатливы к опыту травмы. Существует еще третья часть, которая отличается за информацию собственной безразности по-украинской. Безпомощности. Речь в том, что позволяем ли мы себе быть беспомощными. Что позволяем ли мы себе, соглашаемся ли на то, что в жизни мы могли все это не справиться. Это очень важно в случае, когда травма является интенсиональной. И когда человек становится частью из-за своего выбора. Что я имею в виду, например, если человек где-то идет и на него напали. То есть человек может задавать себе вопрос, зачем я туда пошел, я мог лучше себе позаботиться, быть осторожной. Я дурак, поэтому мне так не надо. Я дурак, поэтому мне так не надо. И это основное в работе с пациентом. И определить, насколько мощно он сам себя обвиняет в том, что произошло. Случается так, что пациенты не готовы к конструктивному переживанию травмы. И наша нещадомость тогда хранит такого пациента. Насше поззнание тогда охранит этого пациента. Несчадомость тогда działa в такой способ, приймует до видасти, что пациент не готова на переживание своего драмата и начинает его охранять. Насше поззнание разознает, что пациент не готов к переживанию травмы начинать его охранять. И таким здарением, например, может быть дысоциация. И таким опытом может быть дысоциация. Когда пациент не готов к переживанию травмы, он просто отрезает этот случай. Следующий случай может быть деперсонализация. Деперсонализация. Деперсонализация – это рассматривание своей жизни где-то извне, из какого-то большого мира снаружи. Пациент участвует в событии, но не переживает его. Пациент участвует в этом событии и не переживает его. Может быть так, что по этому событию ничего не помнит. И может случиться, что после этого события ничего не помнит. Одним из таких примеров, таких механизмов для Państwa, это очень известный механизм называемый синдромом стокхолмским. Один из таких механизмов, вероятно, вам хорошо известный, является стокхолмский синдром. Деперсонализация. То есть, когда мы признаем правцу, как мы признаем его, как мы признаем его, как мы признаем его, как мы признаем его, а человек говорит ему, что он руководствовал себя правильными мотивами. И все вокруг удивляются, как можно смотреть на отца, который бьет и издевается, как на заботливого отца. Но молодая девушка не готова к тому, чтобы отбросить своего отца. Поэтому ей легче говорить, что он таким образом заботился. И хотя для всех здравомыслящих людей понятно, что подобное поведение это насилие, а не забота. Но для молодых людей признать, что отец создает себе насилие, это огромный вызов. И сейчас мы подумаем над тем, что можно сделать, чтобы проработать травму. Первое, что можно сделать, рассмотреть очередные этапы работы с травмой. Первое, что жаль, злость и запрещение. Первое это сожаление, злость и отрицание. И потом наступает момент, когда человек анализирует, что он приобрел, а что потерял. Он начинает присмотреться к тому, что у него еще осталось и как он может это использовать. И потом наступает наиболее здравый этап работы с травмой. То есть так называемое позорное достосование. Это минимальное приспособление. Пациенту кажется, что он уже справился. И часто пациентки в этом моменте на przykład отходят с терапии. И в этот момент пациенты часто отходят с терапии. И они уже убеждены, что они могут справиться с трудными ситуациями в жизни. А так на самом деле они не допускают к себе эмоции. И результат такой, что очень часто происходит ретроуматизация. Такое, что самая тяжелая потеря является потеря партнера в этой связи, мужа или жены. И в таком позорном достосовании есть так, что пациент творит какие-то другие связки. В таком минимальном приспособлении быстро находится другой партнер, быстро с ним связывается. И эти повторные связи очень поверхностные и пациент приводит сам себя к ранению. Это показывает, что он еще не готов. И когда происходит разрушение этих минимумных конструкций, начинает образовываться место для понимания того, что мне по-настоящему случилось. И роль терапевта в том, чтобы распознать, что пациент действительно уже приспособлен или он только мимо приспособлен. Есть такие пациенты, которые никогда не хотят победить свою травму. Они очень ждут себя в том, чтобы быть жертвой. Потому что когда ты жертва, когда что-то случилось, этим можно объяснить очень много неудач в своей жизни. Вы наверняка знаете такой опросник Холмса, в которых есть пункты, касающиеся стресса. И говорится, что если пациент в течение двух лет наберет 200 таких пунктов, то появляется в том, что вероятность психического заболевания возрастает в 50%. И что находится в пяти самых более рискованных пунктах? На первом месте есть смерть супруга. На первом месте смерть супруга. После этого смерть супруга. После этого смерть супруга. Потом семья. Потом тюрьма. И потом утрата стабилизации финансовой. На пятом месте утрата финансовой стабилизации. И это нам должно показать, как много стрессовых ситуаций происходит в нашей ежедневной жизни. Потому что часто у нас есть какие-то проблемы с финансами или работой. Я, когда сегодня готовилась на встречу с вами, то подумала себе, что подам Państwu тоже такой препис на то, как себя расшоровать. То я хотела предложить вам рецепт, как заболеть. Если хотите жить здорово, то нужно делать точно обратно. Поэтому если хотите жить здорово, то надо делать совершенно наоборот. Первый пункт. Если вы хотите очень серьезно психически расшоровать, то вам нужно много стресса. Как-то получить много стресса? Это не трудно. В Польше, например, есть несколько таких порталов в интернете, в которых достаточно читать новости. И когда вы открываете в понедельник утром и узнаете, что в вашем районе произошло за выходные. А до этого еще включите radio. А еще включите radio. То у вас уже достаточно уровень стресса. У вас уже достаточно уровень стресса. Ну и теперь, если что-то происходит в вашей жизни, вы должны interpretировать это катстрофически. То есть, если в понедельник утром шеф не скажет вам достаточно громко добрый день, то вы должны думать о том, что он наверняка хочет вас увозить. Если ваш партнер спозна на встречу полчаса, то у вас есть выбор. Ну у вас есть выбор. Либо вы думаете, что с ним что-то случилось или что он уже вас не хочет. Следующий этап, что нужно постоянно бояться людей и бояться их оценки. Нужно думать, что у нас думают соседи. Нужно думать, почему друзья не звонили. Нужно думать, почему друзья не звонили. И еще до этого важно, чтобы себя так негативно концентровать на своем теле. И очень важно еще негативно концентровать на своем теле. Например, если что-то заболит у нас в животе. То нужно сразу думать, что это наверняка какой-то рак. Если у нас болит голова. Если у нас болит голова. То нужно думать о том, что томограф есть дорогий. Так, надо переживать о том, что томограф дорогой. И очень важно заботиться о том, чтобы всегда быть в безопасности. И так, например, когда они получат в подарок от кого-то хорошие духи. То не используют их, только держат на специальную окажу. Ну и они не пользуются ими. Но держат на всякий случай. И очень важно себя так охранять, так заботиться о себе, чтобы не участвовать ни в чем, что может, например, в толпе участвовать или где-то могут толкнуть. И скажем так, если кто-то так будет жить, то прежде всего появятся напады паники. А что первое было? До зранения. До зранения. Такой человек либо поранит сам себя, либо разболеется. И я думаю, что это очень большинство пациентов, с которыми я встречаюсь. Это такая видительная карточка пациентов, с которыми я встречаюсь. Они точно живут по этой схеме. Я хочу еще сказать, когда известно, что нужна помощь. Прежде всего нужна помощь, когда пациент уже не может играть ту роль, которую он должен играть. Например, мама не может забыть о своих детей. Или папа не может быть мужем. Или папа не может быть мужем. Следующий очень важный пример, когда нужно помочь пациенту, это когда он угрожает себе свою жизнь или жизнь отражающаясь. И еще важным таким всказанием, в котором нужно помочь пациенту, то есть то, когда переживание через него драмату выкраска по за нормы культурные данной общественности. Ну и если то, как переживает пациент свою травму, выходит за рамки норм культурных норм общества. Например, он не переживает скорб. Или он слишком сильно скорбит. Или, например, в случае человека верующего, он полностью бросил веру. Это сигнал определенный, который говорит о том, что это происходит, о чем надо помочь. Следующая ситуация, в которой обязательно надо помочь пациенту, даже если он сам не обращается за помощью. Это ситуация, в которой мы знаем, что пациент переживал трудные ситуации. Может быть просто так, что он десоцирует эту новую ситуацию и не готовит к переживанию, а помощь ему очень нужна. Например, он десоцирует эту новую ситуацию и не соглашается на то, чтобы ее вообще увидеть. А помощь ему очень необходима. Я уже сказала о том, как выглядит травма, как нужно работать с травмой. Но я хотела бы сказать, что это очень обогленность. Это такой фундамент знаний, касающийся работы с травмой. Работа с травмой является не безопасной для терапевта, потому что не только он может повредить пациента, и может заменить себя в какую-то трудную форму дисфункции ослабленности. А может быть еще и так, что терапевта себя расхорует. С тех пор не справится с травмой, что не порадится с тем терпением, которое предлагает ему пациент. В результате не работает. и переработать то, что сказали мне пациенту. Поэтому я хочу, чтобы вы почувствовали это, что если вы не знаете себя, не знаете своих границ, свое место, думать о том, как можно защититься. Потому что очень легко можно прийти к выгоранию, ранению и деструкции терапевтической работы. Я хочу сказать, что если кто-то из вас интересует такой работой, то я хочу учить технику работы с другими людьми. То есть так, что вместе с Оксаной мы планируем провести тренинг, на котором будем учиться делать то, о чем мы сегодня говорим. Потому что только получение конкретных техник, конкретных оружий может защитить нас от ранения самих себя. И думаю, что только то, что мы переживаем сами на себе, может защитить нам охрану. Может создать нам защиту. Я хотела бы немного рассказать о том, сколько более-менее длится лечение травмы. Это самое минимум, которое должно быть 12 терапевтических. При том, что каждая из этих сессий длится 90 минут. При том, что каждая из этих сессий длится 90 минут. Наиболее полезной методой работы с вселенной технике с обзаром бихавиоральной работы. Наиболее рекомендуемые это техники бихавиористические работы. Но есть так, что есть пациенты, для которых это за мало, потому что в прошлом они имеют такие испытания, которые для них очень ранили. Для многих пациентов это слишком мало. Потому что в прошлом они были очень ранены. И тогда очень важная терапия ретроспективная. Очень важная ретроспективная терапия. То есть рассмотрение того, как на разных жизняных этапах я справилась или не справилась с вызванными жизнями. Примерно после двух лет такой работы пациент готова смотреть на этот мир без травматического опыта. И хочу обратить ваше внимание, что мы отличаем интервенцию от терапии. И то, что происходит в интервенции, чаще всего не имеет права в случае терапии. И то, что происходит в интервенции, чаще всего не имеет права в случае терапии. Интервенция это очень важная. Интервенция это что-то очень важная. Но должна быть большим умением. Я недавно перечитывала результаты исследований людей, которые пережили террористические атаки. И которым запропоновано надпиастовую помощь психологичную. И которым была предложена моментальная психологическая помощь. И важно, чтобы понять, что не в каждом случае эта помощь была нужна. А были такие случаи, в которых невластива интервенция психологична значительно погорщила функционирование пациента. И что неправильная интервенция психологическая в некоторых случаях значительно ухудшила состояние пациента. И это должно быть для нас таким острежением, что мы постоянно должны работать над собой и самосовершенством. И помню, что когда я училась работой в интервенции, то учено нас много таких вещей, которые могут быть нейтральными. И мой профессор всегда говорил, как не знаешь, что говорить, то запытай, если хочешь воды. И это тоже такая sentencка, которую запоминала на очень долго. И часто есть так, что когда я не знаю, что говорить, то пытаюсь, что делать, что я могу для тебя сделать. Или чего-то потребуешь. Потому что лучше остановиться на шаг не дойдя, чем партии шаг меньше сделать. И сейчас заканчивается 60 минут нашей встречи. И я знаю, что мы договорились на 90. Но сегодня с утра не взяли с собой зарядки для компьютера. И поэтому я хотела бы уже с вами попрощаться потихоньку. Прежде чем компьютер выключится. Я очень надеюсь, что нам удастся встретиться и поговорить дальше. Теперь я хотела бы передать голос Оксане. Я тоже очень хочу поблагодарить Надежду за чудесный перевод и Дарью за то, что она была с нами в помощь, хочу поблагодарить Павла за техническую поддержку. Мне хочется сказать о том, что 8-9 августа в Киеве Анна проведет презентационный вопрос, а в начале сентября у нас будет большой интенсив по работе с травмой, с суицидами. И это будет на самом деле интенсив, который позволит специалистам по-настоящему понять и создать и применить знания, которые мы дадим на этом институте, потому что большое внимание будет выделено в работе с ресурсом. С ресурсом и с трудностью помогать другим, ощущая себя в этом процессе и помогать не только знаниям, но и на самом деле знать, что именно нужно в вашем институте. Жаль, что компьютер не позволяет нам пообщаться немножко подольше, но я очень рада, что мы все-таки встретились в эфире, потому что несколько раз мы переносили в сервис занятость Анны эту встречу. Я надеюсь, что многие из вас смогут задать еще вопросы и мы в этом мероприятии сможем ответить на них, или уже в живую в Киеве встретиться и пообщаться на все интересующие вас темы. Спасибо большое всем. Спасибо, и желаю всем хороших выходных, потому что у нас в Польшу сейчас долгие выходные. Анна, спасибо за sharing with us your experience and skills, and I hope we'll see you in our future webinars. Да, I hope you also, and I think that not only on webinars, but maybe we can see in reality, I think this is a good idea, because the international team is very competitive and full of energy. Great, thank you. Thank you very much. Bye. Bye. Я хочу сказать, что 10 июня мы встречаемся на нашем канале с Александром Гершоном. Это танцевально-двигательный терапевт, известный на всем постсоветском пространстве, и также в Израиле он хорошо известен, и сейчас он житель Израиля, и мы будем говорить о ресурсе в работе с травмой. Окей, so see you all, and have a nice day. Bye-bye. Bye. Окей, да, нас подвела батарейка немножко. Да, ну, вопросов я не видела вообще. Давайте мы закончим тогда нашу сессию. Я все-таки думаю, что... Ну, я все-таки еще... Осталось некоторые вопросы неотвеченными, у меня набралось несколько вопросов. Так что я думаю, мы все-таки еще продолжим то, где мы закончили, как-то еще восполним этот вебинар. Так что давайте прощаться тогда. Всем, в первую очередь, здоровья, всех благ. Наступило лето, отдых, наверное, у кого-то. Вот, и увидимся на следующей неделе. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова